Насильно мил не будешь. Так на этой неделе мне хотелось ответить одному единороссу из Псковской области, который предложил легализовать убийства тех, кто их не любит. Что случилось и почему вдруг столько агрессии? Попробуем разобраться сегодня. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Потому что, еще раз говорю, мы живем непростое время и, как Михаил Юрьевич говорил, мы говорим, наш президент только делами можем доказывать и, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Да-да-да-да, вы не ослышались. На этой неделе в сети появилось видео, в котором некий депутат по фамилии Мнацаканян, как утверждают СМИ, предложил расправляться с теми, кто недоволен работой местных чиновников. Я, если честно, до последнего пыталась найти автора всего наброшенного на вентилятор. Думаю, ну нет, ну не может же слуга наш народный так отзываться о своих хозяевах. Но, похоже, может. Потому как следующей его фразой было буквально следующее. Внимание, цитата. Сегодня санкции давят и враги в нашей области ищут повод зацепиться. Там не убрали, тут не так. Есть они у нас. Конец цитаты, которую приводит Лента.ру. Новость тут же облетела интернет и, как ни странно, вновь вернулась к депутату, походу больно ударив его по затылку. Потому как буквально через несколько часов в телеграм-канале Псковская лента новостей появилось уточнение сказанного. И, поверьте, звучало оно уже не столь уверенно и не столь нагло. Внимание, цитата. Должен сказать, меня совершенно превратно поняли. Разумеется, я не говорил об убийстве человека. Речь шла о нейтрализации огульных обвинений оппозиции реальными делами. Убить в данном случае я использовал как фигуру речи тех, кто критикует действующую власть, а сам при этом не работает над улучшением ситуации в регионе, надо убивать делом. Конец цитаты. Перевожу на русский. Да, я сказану лишнего, но если не поджать хвост сейчас, завтра теплая будка может оказаться на улице. Поэтому, ну ладно, че начали-то? Ну пошутил мужик, ну с кем не бывает. Я, конечно, понимаю, что клоуны должны гастролировать, а не в думе сидеть. Но так почему-то исторически сложилось, что наши чиновники это больше про словами через рот, чем делами через руки. И пусть уж лучше так и останется. А то, помните, Гурулев в прошлом году так и вовсе предложил уничтожать всех тех, кто не поддерживает нынешнего президента. И только благодаря тому, что иногда мозг в шоке от того, что говорит язык, руки это не делают. А между тем, в том же недоумении на этой неделе находились и все следящие за процессом бывшего ФСБшника Дмитрия Фролова. Я напомню, по версии следствия, с 2007 по 2013 Фролов жил исключительно на широкую ногу. А на какие такие нетрудовые доходы, спросите вы? А я вам отвечу. Так на взятки и закрашивание кредит Импексбанка, где ежемесячная сумма вознаграждения достигала 150 тысяч. Сначала в долларах, а потом в евро. И так все 6 лет работы в безопасном, но очень прибыльном госотделе. В итоге следствию удалось доказать 87 миллионов из тех, что были получены ФСБшником. За это прокуратура просила наказание в 14 лет колонии строгого режима. Но суд переквалифицировал вменяемое силовику преступление на мошенничество. И на этой неделе приговорил его к 6 годам лишения свободы, из которых за решеткой Фролов не проведет ни дня. А почему? А потому что истек срок давности привлечения к ответственности. Кстати, по этому же основанию Фролов освободили и еще по одному эпизоду. По мошенничеству с долями на сумму 637 миллионов рублей. Теперь ФСБшник с чистой совестью и абсолютной безнаказанностью окажется на свободе. И знаете, что будет? А ничего. Как в том анекдоте. А вы из бюджета воруете? Да, а что? А если узнают? Ну вот вы узнали и что? Вот и тут так же. Все и все знают, но сделать ничего не могут. Даже обязать Фролова купить новые трамваи. На этой неделе в Кемерово у одного из них внезапно отказали тормоза. И он на всей скорости, теряя пассажиров, вырезался в другой трамвай. Количество пострадавших на момент записи программы уточняется, но уже перевалило за 125 человек. И уже после трагедии мэр города пожаловался СМИ на 90% износ трамвайного парка, где большинство машин имеет возраст около 40 лет. Но самое печальное здесь даже не это, а то, что если новые трамваи в Кемерово и появятся, то ездить по старым путям для них все равно будет небезопасно. Поэтому властям региона сначала нужно решить вопрос с рельсами, а уж потом браться за обновление самого парка. Кстати, ближе к вечеру того же дня некоторые СМИ распространили аудиозапись, на которой якобы один из сотрудников депо признается, что все трамваи города находятся в исключительно плачевном состоянии и, в общем-то, не отвечают требованиям безопасности жизни. Денис, да все сломано. Запчастей нету. Мы ездим, нас на линию не должны выпускать без тормозов. Лишь бы часы накатать, только что-то получить. Тормозов нету, все сломано, все на вообще на сопля делать, все на *** делается. Она при мне заехала на Канава, у нее не сработала первая группа, короче. Ее выпустили начальники сами. Уезжайте по этой все х***ю. Вот и приехала она. Сейчас по шапке все полетят. Тут вообще берут и мечут. А то, что тормоза, вот она педаль безопасности отпустила, должно быть три вида тормоза сработать. Рельсовый, барабанно-колодочный, электродинамический. Они не сработали. Итог. 23-летняя девушка, водитель трамвая в реанимации, в тяжелом состоянии, с переломами рук, ног и черепно-мозговой травмой. СК, конечно, возбудился и сейчас активно возьмется за проверку гендиректора Кемеровской электротранспортной компании. Но вангую, что и из этого дела он также выйдет сухим. Почему и из этого, я поясню. Оказывается, руководитель трамваями Павел Мальцев еще в декабре 2017 засветился в уголовном деле о взятке. Правда, тогда дело касалось автобусов. Но согласитесь, если уж брать, то какая разница где. Были автобусы, стали трамваи. Кстати, да, вы тоже обратили внимание, что ДТП с общественным транспортом стали, как бы это помягче сказать, уже не редкостью. Вспомнить хотя бы Петербург, автобус, мойку и несколько погибших. И после всего этого вы реально считаете, что все коррупционеры ни в чем не виноваты и должны оставаться на свободе? Хотя вы-то точно не считаете. Так и вопрос, скорее всего, не к вам. Но от этого уровень негодования ниже не становится. Кстати, на этой неделе состоялся традиционный питерский форум, на котором, помимо всего прочего, обсуждался вопрос, почему люди берут кредиты. И вот тут в просаг попала наша Эллена Биулина. Несколько лет назад на этом же мероприятии, отвечая на этот же вопрос, глава Банка России заявляла, что кредиты – это удел людей с низким доходом. Ну, типа, ни на что не хватает, поэтому приходится выживать на чужие, а не на свои. В этом году Набиулина запуталась и произнесла обратное. Впрочем, давайте посмотрим вместе. Один уточняющий вопрос, честно говоря, вот листал, когда готовился. Вот смотрите, в 2019 году здесь на форуме, просто вот уточнить, понять просто хочу. Вы заявили, люди берут кредиты не от хорошей жизни сейчас, это в 2019 году было. Причиной роста кредитов – низкие доходы людей. И я, честно говоря, был с вами, вот, например, в отличие от Максима Станиславовича, был полностью согласен. Он-то был не согласен, а я был полностью согласен с вами. Вот. Но в апреле этого года вы сказали, что причиной наращивания потребительского кредитования, даже в условиях высоких ставок, является рост доходов. То есть в одном случае причины – низкие доходы, в другом случае у нас, оказывается, причиной является рост доходов. У вас нет еще, что здесь некое противоречие, движение в разных направлениях? Не, ну, казалось бы, это парадокс, но действительно, в жизни люди берут кредиты и от плохой жизни, и от безусходности, не хватает доходов, и от хорошей жизни. Да-да-да-да, жизнь в долг, да еще и за бешеные проценты – это прям то, что доктор прописал. Вот только от хорошей ли жизни? Что-то не слышала я, что яхта Абрамовича куплена в кредит, или тот самый отель в Геленджике у Ротенберга в ипотеке. Хотя нет, такое может быть, но только если ипотеку эту оплачиваем мы с вами. Ну, или мы просто чего-то не знаем о хорошей жизни. А ведь способ пожить красиво здесь и сейчас действительно есть. И, судя по росту банкротства физлиц, это действительно работающий механизм. Ведь более половины россиян сейчас живет именно в долговой яме, то есть с использованием заемных средств, и живет так ровно до тех пор, пока не понимает возможности жить на широкую ногу больше нет. А когда понимает, идет банкротиться. Банкротиться. Ведь если верить РБК, в этом году личное банкротство неожиданно выросло сразу на 40%. И, как пишет издание, на сегодня это единственный способ решить проблему с долгами. И вот это, как по мне, так красноречивее любых слов. Нет, я, конечно, допускаю, что ради выгоды в будущем предприниматели могут брать займы и под бешеные проценты. Но ведь это совсем другая история, и таких, как правило, единицы. Впрочем, об ипотеке, росте ставок и о том, кто сейчас будет на коне, я расскажу вам во втором выпуске новостей, увидеть которые вы сможете только на Ирмак Медиа и на Бусти. Переходите по ссылке в описании и будьте уверены, там точно все свои. Ну а у меня на этом все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!